Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Усиление влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса летом 1939-го и нападения Германии на Польшу в начале сентября Драматические события в преддверии Второй мировой войны позволяют делать целый ряд важных исторических выводов Главное из которых, на мой взгляд, состоит в том, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями государств что невозможно обеспечить собственную безопасность за счет других а уж тем более вытарговать безопасность у агрессии Действительно представленные на выставке исторические документы заставляют задуматься и словно предостерегают человечество от разобщенности, эгоизма и политической недальновидности В предвоенные годы, как свидетельствуют документы, советское руководство предприняло целый ряд политических и дипломатических шагов для того, чтобы предотвратить возможную агрессию гитлеровской Германии В их числе и созванная по инициативе советского руководства встреча имеющая целью заключить трехстороннее соглашение взаимопомощи между Советским Союзом, Великобританией и Францией Ценность данной экспозиции в том, что она в стройном языком неумолимых фактор указывает, кто сваливал мир в чудовищную катастрофу а кто пытался ее предотвратить В то время как над Европой сгущались тучи в западных столицах, в надежде обеспечить свою безопасность за счет других сделали эгоистичный и одновременно крайне недальновидный выбор в пользу умиротворения гитлеровского режима Апофеозом такой линии стал Мюнхенский сглор 1932 года Интересны и другие факты того времени Например, категорическое непринятие Польши советских предложений по противодействию германской экспансии В числе документов, например, шифр телеграмма Наркома иностранных дел СССР Молотова о готовности оказать Польше помощь в случае германской агрессии датированная маем 1939-го а также директива Верховного главнокомандования Вермахта о подготовке к войне против Польши от 3 апреля того же года где уже была четко прописана дата начала войны 1 сентября 1939-го Юно-105-го показали на выставке посвященной 40 веке нашей победы Договор о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года и секретный протокол к нему безусловно центральный экспонат выставки Документ был рассекречен только после развала Советского Союза а первый и последний раз выставлялся в подлиннике лишь в 1995 году После того как Литвинова сдвинули с поста министра иностранных дел а большую часть его министерства иностранных дел отправили в лагеря и на тот свет грамотность упала там есть орфографические ошибки это просто поразительно что в такого рода документе вот насколько упал уровень лидерских сотрудников на выставке также впервые представлены копии зарубежных трофейных документов многие из которых до сих пор засекречены в других странах кроме того параллельно в интернете любой желающий может ознакомиться и с электронной версией экспозиции в тот же день Сергей Нарышкин посетил галерею Александра Шилова народный художник СССР представил свой новый портрет ветерана Великой Отечественной войны разведчика Виталия Короткова вы являетесь и примером и образцом для действующих сотрудников службы внешней разведки особенно для молодежи и наряду с большим количеством высоких государственных наград портрет кисти Александра Шилова является подтверждением ваших заслуг перед Отечеством В 1943 окончив 8 классов Виталий Коротков отправился добровольцем на войну воевал на Центральном и Первом Белорусском фронтах в танковых войсках бился на Курской дуге после Великой Отечественной продолжил служить во внешней разведке Я могу считать себя самым счастливым человеком именно благодаря тому, что моя жизнь прошла вся прошла на работе нашей службы это напряженная и интереснейшая работа направленная на укрепление безопасности нашей Родины нашей страны, нашего народа Портрет Виталия Короткова останется в галерее Шилова и пополнит экспозицию под названием «Они сражались за Родину» В нее входят порядка 50 портретов участников Великой Отечественной, блокадников и разведчиков За большой личный вклад в укрепление и развитие взаимодействия со службой внешней разведки Александр Шилов был награжден медалью СВР России за заслуги Служба информации Российского исторического общества Атолий СССР Атолий Сdriven Тянção